Глубоковажаемая Светлана Анатольевна, глубоковажаемые члены Президиума, глубоковажаемые коллеги, вот за что я люблю свою работу, нашу работу, за возможность встречаться в таких красивых местах, видеть друг друга, слушать и обмениваться опытом. Сегодняшнее сообщение, оно очень интересно, поскольку, ну, наверное, объединило в себе те зародыши, перспективы развития отечественной иммунотерапии, которая в ряде случаев представлена достаточно ярко. Цель терапии больных злокачественным опухолем – это, прежде всего, увеличение продолжительности жизни и поддержание или улучшение качества жизни. Больные, независимо от заболевания злокачественным, должны жить долго и должны жить качественно. А учитель, основоположник Санкт-Петербургской Ленинградской школы химиотерапии Михаил Гершинович, Провидец, по сути, еще тогда говорил несколько десятилетий, может, даже 10 лет, что в последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно. Созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения. Но надо помнить, хотя химиотерапия – штука важная, но она не решает всех проблем. И наряду с химиотерапией, гормонотерапией, таргетной, биологически направленной конкретной мишень, то, к чему мы уже привыкли, то, что является стандартом лечения больных злокачественными опухолями, мы вступили в эру онкоиммунологии, в эру иммунотерапии. И наступила-то как раз-таки эра иммуноонкологии с того момента, как впервые препарат Эпильбумаб стал тестироваться и изучаться у больных меланомой. Именно тогда, в 2001 году, были получены первые результаты. Но, конечно же, с момента того, как Эпильбумаб получил статус прорывной терапии, а это с 2011 года, в 2010 году уже четко мы понимали, что Эпильбумаб обладает выраженным эффектом для лечения больных метастатической меланомы, и в 2011 году препарат уже был зарегистрирован FDA. И посмотрите, солнцем буквально над больными меланомой вышло солнце. И вот даже на той конференции ЭСМО, которой многие присутствующие в этом зале были, ну, наверное, основной звездой, это были, согласитесь, больные, то есть лечение больных меланомой. И иммунотерапия, которая, вот мы, знаете, мы имеем что-то в наших руках, мы вот понимаем, что это бомба, да, но вот эта бомба, когда она взорвется, когда вот эти побочные эффекты могут проявиться, где-то это даже бомба замедленного эффекта. Да, она колоссально может у ряда больных в 20% случаев контролировать эффект. Но мы должны понимать, что могут быть и отдаленные, вот Анна Игоревна и ряд коллег блестяще показали, да, мы, вот независимо, когда пациент получил иммунотерапию, вот иммунопосредственные эффекты могут развиться, их надо об этом помнить. Знаете, это как вот на карточках, когда у пациента есть гепатит или ряд других заболеваний, мы ставим какой-то значок. Наверное, также надо ставить, что больные получали в анамнезе эти препараты, потому что мы же должны чётко об этом помнить. Поскольку иммунотерапия, она заново обучает иммунную систему организма оборота со злокачественной опухоли, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунологического надзора. И ещё буквально несколько слов. И знаете, когда вот я даже вот статью нашла, таргетная терапия, она для меня ассоциируется, вот в экзюперии есть, знаете, вот сказка про маленького принца, когда удав проглотил слона, и вот такая вот, ну вот, помните эту шляпу, да? И вот для таргетной терапии, вот если эту половинку шляпы взять, мы имеем мишень, мы получаем колоссальный эффект, но рано или поздно этот колоссальный эффект исчерпывается. Что же мы получаем, когда наши больные подвергаются лечению онкоимнологическими препаратами? Не у всех, не всем эти препараты помогают, но тем, у кого оказан эффект, пациенты живут долго, они переходят на стадию плата. И в ряде случаев мы говорим об излечении, и этот эффект продолжается, и все сидящие, многие сидящие в этом зале, те, кто ещё даже не увидел, обязательно увидят, как мы долго можем контролировать симптомы заболевания. И вакцинотерапия. Да, вот Светлана Анатольевна, Алексей Викторович, Анна Игоревна, и вот ещё ряд сидящих коллег вместе работают с лабораторией Ирины Санны Балдуевой. И, конечно, наверное, вакцинотерапия и те технологии, которые представлены в нашем центре теперь уже, это аутологичные вакцины с адювантом, генетически модифицированные вакцины, на основе активированных костно-мозговых дендритных клеток. Это же тоже, конечно же, безусловно, отечественная иммунотерапия. И вот те результаты, которые были опубликованы в 2013 году, больные, 10 больных, получившие 73 цикла терапии, клинический эффект, частичный регресс был достигнут у 10% больных, стабилизацию 40, при этом выживаемость до прогрессирования составила 5,6 месяцев, а медиан общей выживаемости 15,6. Если сравнить с эффективностью пилимобаба, конечно, это некорректно сравнивать, но, тем не менее, нужно больше опыта. Конечно, такие же исследования должны быть, наверное, получены, если при наличии возможности пользования данной технологии в других центрах. Тем не менее, эффекты, конечно, впечатляют. Но на сегодняшний день мы говорим о чей-поинт-ингибиторах? О ингибиторах иммунных точек контроля. Это и моноклональный антитилак CTLA-4, и пилимумаб 3-милимумаб BCD-145, который будет исследоваться, в том числе в нашем центре, в рамках исследования первой фазы. Моноклональный антитилак PD-1, это неволумумаб, пипролизумаб, производство которого локализовано на территории Российской Федерации, мы можем тоже считать его отечественным препаратом. Пиделизумаб BCD-100, этот препарат был изучен в рамках первой фазы, я далее более подробно остановлюсь на нем, и будет продолжаться изучаться в рамках второй фазы. Моноклональный антитилак PD-1-AL, отезолизумаб, дуроволумумаб, овелумумаб, и хочу сказать, что, наверное, даже на той же конференции ЭСМА, я просто ходила и думала, господи, это просто фантастические результаты, которые мы получаем, как меняются возможности лечения наших больных. И позвольте более прицельно остановиться на препарате BCD-100, сомоноклональным антителом, тело против PD-1, данные первой фазы, отчет уже был опубликован, но не то, что, нет, отчет не был опубликован, но отчет уже есть, были первые данные представлены в рамках симпозиума Белых ночей, и здесь вот представлены характеристики трех основных препаратов, о которых мы сегодня, мы говорили о неволумабе и пепролизумабе, и вот и данные по препарату BCD-100, который уже прошел этот препарат, первую фазу клинических испытаний, теперь переходит во вторую фазу, будет исследоваться у больных меланомой, мелкоклеточным раком легкого. И какие особенности у этого препарата? Ну, наверное, в принципе, я бы не сказала, что эти три препарата, они все по-своему очень уникальны. Но если мы говорим об афинности к рецептору PD-1, ну, по большому счету она тоже ни о чем не говорит, потому что мы, конечно, эффективность этих препаратов, если мы говорим о неволумабе и пепролизумабе, она меньше всего связана именно о характеристиках, которые здесь представлены. Если более прицельно говорить о препарате PD-1, да, лекарственная форма есть для приготовления раствора для инфузии, это 20 мг на мл, 100 и 400 мг во флаконе. Разовую дозу препарата разводят в растворе хлорида натрия 0,9%. Применение, видим, тревянные инфузии в течение 90 минут при хорошей переносимости, сокращение времени инфузии до 60 и 30 минут. Цель исследования и задачи исследования не соответствуют первой фазе клинического исследования. То есть, прежде всего, мы, исследователи, которые принимали участие в этом испытании, это, прежде всего, определение режима дозирования препарата BCD-100 для дальнейшего исследования. Задачи исследования включали определить показатели фармакокинетики, определить иммуногенность, определить показатели фармакодинамики, определить профиль безопасности. Пожалуй, это самое важное, максимально переносимую дозу препарата BCD-100, определить оптимальный режим введения, предположительную терапевтическую дозу для проведения исследований второй фазы. Пилотная оценка противоопухлевоактивности препарата на основании результатов компьютерной томографии. Дизайн он стандартен, представлен на данном слайде. Основной период терапии составлял 85 дней. Период, поддерживающий терапию, дальнейшее участие пациента в исследовании определялось на основании потенциальной пользы для пациента от продолжения терапии. Период наблюдений же составлял 126 дней после окончания терапии препаратом. Основные критерии включения, они в основном включались пациенты. Для меланомы это в том числе и первая линия лечения, для пациентов местно распространенным или метастатическим немелкоклеточным рака легкого, метастатический почвенно-клеточный рак. Пациенты с таким диагнозом могли включаться со злокачественными изотелиомой плевры, метастатическим раком мочевого пузыря, трижды негативный рак молочной железы, но при условии, что пациенты получали более одной линии лечения. Но в основном в данное исследование были включены 9 пациентов метастатической меланомы страдающей и 4 пациента с немелкоклеточным раком легкого. И большинство пациентов, конечно же, получили как минимум одну линию терапии. Большая часть так получила, что это были женщины. В наш центр, точнее два центра, включили наибольшее количество пациентов, это по 4 человека, остальные центры включали несколько меньше. На что, в принципе, можно и нужно обращать всегда внимание в любом клиническом исследовании, это досрочное завершение исследований по причине прогрессирования заболеваний, летального исхода. О причине летального исхода остановимся несколько позже. Анализ фармакокинетики предусматривал точки забора образцов крови, они были типичны. И вывод, на котором на данном этапе хотелось бы мне остановиться, да, доза зависимой нарастания концентрации следомого вещества в крови, достижение максимальной концентрации от 30 минут до 6 часов и последующим равномерным снижением. Период полуведения препарата, независимо отведенный в организм дозы, характеризуется обычной для иммуноглобулинов класса G-продолжительности от 12 до 18 дней. Минимальные концентрации препарата на протяжении 6 введений не только достигали плата, но и нарастали в динамике. Анализ фармакодинамики. Для исследований фармакодинамических свойств препарата производился забор крови в следующие временные точки, не представлены на слайды. Исследование насыщенности рецепторов PD-1 антителом проводилось методом проточной цитометрии. Использовались цельная кровь и насыщенность рецепторов оценивалась на популяциях CD4+, CD8+, лимфоцитов. Было добавлен маркер активации шелья, что дало для оценки еще 2 популяции. Поэтому, в принципе, как вывод на данном этапе, насыщенность рецепторов PD-1 антителом была достаточно высокая, 90-100% на всех дозовых уровнях и во всех популяциях PD-1 клеток. Когда я проанализировала аналогичные исследования для неволумумаба или пепролизумаба, то для неволумумаба она была несколько ниже, но на самом деле там образцы крови были заморожены. Здесь же это были свежие образцы крови, поэтому, в принципе, сопоставлять результаты по фармакодинамике достаточно тоже, с моей точки зрения, совсем правильно. Но насыщенность рецептов, тем не менее, была высокой. По анализу иммуногенности, в настоящий момент, в связи с теми результатами, уже опубликованными, в настоящий момент по скрининговому анализу доступных биобразцов, связывающих эти тел, не выявлено. И по эффективности, анализ эффективности носил дополнительный характер, так как выборка пациентов не репрезентативна для сравнения результатов эффективности иммунотерапии. Тем не менее, контроль над заболеванием достигнут у трех пациентов и составляет 20%. Препарат однозначно работает. И зафиксировано достижение длительного частичного ответа. Это пациент метастатической меланомы. И здесь уже частичная ремиссия, частичный регресс продолжается 9 месяцев. Зафиксировано достижение ответной терапии в двух когортах. Не зависел от дозы. И эффект сохраняется длительное время. Анализ безопасности. Вот Анна Игоревна блестяще представила доклад. Не буду останавливаться. Ничего нового здесь мы не увидим. Но хотелось бы остановиться, что на двух случаях, на один случай летального исхода, это было кровоизлияние в головной мозг, не в нашем центре. И пациент на тот момент не находился в зоне доступа исследователей и погиб от кровоизлияния в головной мозг. В одном случае это наша пациентка, постгеморрагическая анемия четвертой степени, не связанная с исследовательским препаратом. И еще один случай. Это век, где сосуется дистония с паническими атаками и синкомпальным состоянием. Связь терапии, по мнению исследователя, не связана. Анализ безопасности. То, что в принципе обладало дозой лимитирующей токсичностью, это прежде всего аутоиммунный тиреидит. Проявление аутоиммунного тиреидита в двух случаях требовалось назначение глюкокортикоидов в одном из них нет. Поэтому выводы, которые в настоящий момент в рамках первой фазы можно сделать, а прежде всего мы определяли дозу, лимитирующую токсичность. Цель определить эффективность препарата не ставилась в данном исследовании, тем не менее она достигнута. Препарат BCD-100 продемонстрировал благоприятный профиль безопасности во всех дозовых когортах. Большинство нежелательных явлений носили легкую степень тяжести, были связаны с основным заболеванием. Иммунно-посредованные нежелательные явления были ожидаемы, степень их тяжести не превышала второй степени, они адекватно купировались и не являлись критериями прекращения терапии. Не выявлено существенных различий между дозовыми когортами по профилю безопасности. Фармакокинетические характеристики были оптимальными в когорте 3 мг на кг. Исследование фармакодинамики показало максимальную насыщенность рецепторов PD-1 и BCD-100, начиная с минимальной дозы 0,3 мг на кг на всех последующих дозовых уровнях. Анализ эффективности показал наличие противоопухолевой активности препарата BCD-100 у отдельных пациентов. Эффект не был дозозависимым. Конечно, мы уже сейчас реально понимаем, безусловно, эра иммунотерапии наступила, но пациенты, конечно, хотят говорить об этом, они хотят это знать, и в нашем институте проводятся такие школы. И школа пациентов по иммунотерапии для онкологических больных с участием онкологов, психолога, юриста была очень востребована, и мы проводили несколько таких школ, но последняя школа была именно посвящена проблемам лечения и диагностике препаратами, чекпоинт-ингибиторами. И это, конечно, очень важно, поскольку мы находимся все на одной стороне баррикады, где с другой стороны болезнь. И наши пациенты, благодаря современным препаратам, благодаря знаниям эффективности и токсичности этих препаратов, должны жить долго и должны жить качественно. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok